Всем привет! С вами Оля и вы на моем канале. Сегодня вроде влог, но влог абсолютно необычный, потому что я пока еще не знаю, поеду ли я куда-нибудь в город. Скорее всего, я буду целый день дома. А если я буду целый день дома, то что вам тут снимать? Правильно, рассказать вам о том, как в моей жизни появилась Пандора. У меня суббота, 27 марта. Яночка вам показывает, как она умеет надувать, точнее не умеет надувать пузыри. А я сейчас гружу вам видео на канале с интригой. Но интрига не удалась, потому что она только что вылезла сзади меня и села на мой стул. Да, Яночка вчера из Лиды привезла вот этого замечательного, милого, классного котенка канадского сфинкса. Да, вот она, та самая интрига, которую я вчера хотела вам показать, но не смогла. Яночка из города Лиды привезла котенка сфинкса. На самом деле было очень сложно нам доставить этого котенка. Сейчас расскажу во всем по порядку. Вы знаете сами, что сфинксы это голые кошки. И на улице надо быть очень с ними осторожными, особенно вот весной и зимой вообще, мне кажется, лучше их не выносить. И но все равно, в любом случае, максимально их надо накрывать, чтобы они не замерзли и не заболели. Именно поэтому мне вчера пришлось закрыть магазин, встретить Яну. И Яна привезла котенка. Вы знаете, о котенке сфинкси я мечтала давно, но это была такая мечта, знаете, вот бывает мечта как цель, да, когда ты точно осознаешь свое желание. С котенком сфинксов такого не было. Просто периодически я думала о том, что вот если бы у меня, наверное, была возможность и выбор, кого завести, я бы, наверное, завела себе котенка сфинкса. Но в этом году, точнее в декабре прошлого года, когда я писала список 100 желаний, я не знаю, почему написала в список котенка сфинкса. Хотя, когда я его записывала, я еще подумала, ну, наверное, вряд ли оно исполнится вот в 2021 году. Скорее всего, я хочу, чтобы оно исполнилось, ну, через год, через два, возможно, через год. Сегодня продолжаем с Янкой лениться, ничего не готовить и заказывать домину с пиццей, потому что уж слишком много у нас промокодов, которые надо по-быстрому использовать. В общем, вот эта пицца у них новинка, она только-только появилась, решили заказать, попробовать. Здесь микс шпинат, сыр, оливки, помидоры черри, бекон, ветчина. А здесь у нас карбонара, это вот точно такая, как мы уже заказывали с Мариночкой на 7 марта, очень нам тоже понравились там грибы, ветчина. И, похоже, сейчас за этой пиццей лезет какой-то жук. Ты же знаешь, тебе такое нельзя кушать. У тебя есть свой корм. Мне сказали тебя кормить только твоим хорошим, супер премиальным кормом для котят. Много чего я изучила про эту породу, но, тем не менее, я решила, что, ладно, желание есть, оно в списке есть, возможно, когда-нибудь исполнится, но не сейчас. И вот, в феврале я совершенно случайно натыкаюсь на интересные истории с одной девушкой из Лиды, у которой котята сфинкса. Я начинаю каждый раз смотреть ее сторис, наблюдать за ее котятами. Мне они очень все нравятся. И думаю, дай-ка я просто напишу, вот сколько сейчас стоит котенок сфинкса, потому что до этого я писала питомникам, и мне цену абсолютно невообразимую писали. Я ей задаю вопрос, она мне отвечает. Я удивляюсь, насколько минимальная цена для этой породы. Я говорю, чего так дешево. Она говорит, ну, дело в том, что я не занимаюсь этим профессионально. Я не питомник, я ветеринар, но на данный момент все абсолютно котята забронированы, поэтому, если вам интересно, если вы хотите котенка, ну, уже в следующем году. Я ей ответила, да, конечно, ближе к следующему году спишемся. Я так подумала, вот, в принципе, возможно, через год мое желание исполнится. И тут проходит какое-то время, и заводчица мне пишет о том, что отказались от одного котенка. Котенка забронировали, но перестали выходить на связь. И девушка вот эта, Юлия, заводчица, мне пишет, может, вы хотите забрать котенка. И я была в таком шоке немножечко, потому что я этого не ожидала, что это вот так быстро произойдет. Она мне скидывает фото, я говорю, знаете, мне главное, чтобы это была девочка, и чтобы она была, ну, супер ласковая, чтобы она вот просто все время лезла на руки и не слазила с рук. Она говорит, да, из всех наших котят она именно такая. Я понимаю, что мечта сбывается, и сбывается она вопреки мне, да. То есть я вроде еще цель не поставила найти котенка, я вроде не собиралась покупать, а тут уже вот так вот все завертелось, что все, у меня, похоже, есть котенок-свинкс. Любимое место Пандора. Все, и теперь в окошко будет смотреть, изучает, что же там происходит. И вот ты посмотри, прям висит на этом кресле. Пандора, мне что, теперь его подарить тебе, если новое покупать придется? Мы же тебе купили его, как тебе точку, красивую, вот по ней ползай. Нет, мой стул тебе больше нравится, я вижу. И, в общем, я соглашаюсь, но есть один нюанс. Они в городе Лида, это почти 200 километров от Минска, и я понимаю, что я сама за руль не сяду. Если еще туда я спокойно доеду, то обратно, кто знает, какая будет погода. В общем, насколько я буду за рулем комфортно себя чувствовать. Я очень давно не ездила сама на далекие расстояния, только вот на предыдущей работе у меня был такой опыт. Попросила Диму, Диме не получается. Я обзвонила всех своих знакомых с машинами, ни у кого не получается поехать в Лиду за котенком. Я понимаю, что это что-то такое странное. С одной стороны, вроде как мечта как-то очень легко сбывается, а с другой стороны, какие-то препятствия, что, помните, я вам говорила, не верьте в эти знаки, да, когда травинка растет, она не обращает внимания на препятствия. Я думаю, может, это знак какой, может, все-таки не надо или надо. И тут я предлагаю путевку на экскурсию в Лиду, но сперва дают совсем другой маршрут. Такой, по которому они сначала должны ехать в Лиду, после чего ехать на стеклозавод в Неман еще на экскурсию, и потом уже домой. Я понимаю, что нет, котеночек не перенесет такую транспортировку, тем более автобус, куча детей в автобусе, и это все опасно. И я понимаю, что нет, это не выход. И вот уже в пятницу они должны были ехать вчера, а в четверг я залажу в родительский чат и скидывают программу, и все там поменяли. То есть сначала едут на стеклозавод в Неман, гуляют там, обедают, потом едут в Лиду, и уже из Лиды они едут сразу домой, в Минск. И я понимаю, что это вот какой-то счастливый случай, когда действительно можно попытаться забрать котенка с собой, Яни, из Лиды, после экскурсии. Но опять же, я переживаю, что скажет учительница, согласится ли водитель. Все-таки много детей. Я думаю, надо позвонить учительнице поговорить. А потом думаю, не, не буду, потому что я очень не люблю, знаете, как-то обременять других людей. И когда я об этом подумала, что я не буду обременять учительницу Янкину, мне звонит учительница. По вопросам там в целом и экскурсии всего, я говорю, знаете, вы мне только что позвонили в те самые моменты, когда я собиралась вам позвонить, но потом решила этого не делать. Она говорит, а что случилось? Я рассказываю историю с котенком, говорю, что мы никак не можем забрать его из Лиды. И мне моя учительница говорит, вообще без проблем. Тем более, что у нас не так много этих детей, у нас не будет большого автобуса, у нас будет компактный микроавтобус. И говорит, я могу уточнить у перевозчика, как они согласятся или нет. И она уточняет, перезванивает и говорит, что без проблем мы заберем котенка. Поэтому уже вчера с самого утра я знала, что Яна не просто едет в Лиду на экскурсию, она еще едет за нашим котенком, за нашим новым членом семьи, за очень ласковой, очень умной девочкой Пандорой. Я очень переживала, как она перенесет эту поездку, потому что Яна взяла с собой переноску, ее завернули в два пледа, но поставили в багажное отделение. Но там такое багажное отделение, которое как бы внутри салона, да, за сидениями. То есть там, в принципе, так же было тепло, но при этом все равно я не понимала, как себя будет вести котенок. Быстро достаточно она привыкла к нам, ко мне, к Яне. И знаете, что мне больше всего понравилось, что она всю ночь спала. То есть они с Яной уснули уже в 9 часов, и до 6 утра я проснулась первая, смотрю, она еще спит, я уже стала вставать, и она со мной вместе встала. Я счастлива, моя мечта совершенно неожиданным, абсолютно неожиданным способом сбылась. Я просто не перестаю благодарить Вселенную и удивляться тому, как наши мысли материальны. Я это вам пытаюсь донести, ну, если не в каждом видео, то через видео, да, в декабре мы с вами вместе писали желание. Вы знаете, самое главное, когда вы искренне верите в исполнение этого желания, когда вы на самом деле верите в то, что да, придет время, оно исполнится, в моем случае я загадывала на 2-3 года вперед, и вы посмотрите, как март, третий месяц всего лишь этого года, и вот, по мгновению волшебной палочки, по совершенно приемлемой цене, абсолютно породистый канадский сфинкс, у меня сейчас бегает по квартире и мурлычет. Очень красивого окраса, у нее мраборный окрас, очень ласковая девочка. Так что можете меня поздравлять, мечта сбылась, интрига раскрыта, у нас теперь есть классная кошечка. Все играется с Пандорой, а мне только что пришло злобное очень сообщение, дело в том, что я в инстаграм, конечно же, призналась насчет Пандоры, показала уже сразу, и много пришло поздравлений, что у нас появился котенок, но, как всегда, и не оказалась без негатива. В общем, мне тут написали о том, что во мне разочарованы, что, конечно, Пандора-сфинкс – это блогерская кошка, лучше ее показывать подписчикам, чем Марысю, а Марысю мы выкинули во двор, и, в общем, бедная несчастная Марыси неизвестно, где сейчас живет. Давайте я сразу поясню ситуацию с Марысей, и, возможно, раскрою еще одну интригу, которую, честно говоря, я хотела все-таки оставить за кадром, потому что это очень личные моменты, касающиеся в целом моей жизни, жизни моей семьи, но, тем не менее, раз уже пошли такие пляски, давайте поясню. Как вы знаете, мы с Яной на этой квартире живем одни, и сейчас, вот по протяжении уже полтора года мы здесь, мы решили завести здесь Пандору. Изначально мы думали сюда забрать Марысю, но Марыся осталась жить с Димой и с Ромой на старой квартире. Марыси там замечательно, она очень хорошо выглядит, мы ее периодически навещаем. Я все время спрашиваю Димы, как у них дела, и у Ромы, и у Марыси. Они очень хорошо там живут, им комфортно, потому что это то место, куда их изначально привели, и разделять Марысю и Рому просто нельзя, потому что они уже друг без друга не смогут. Они действительно стали вот как брат и сестра, да, говорят, кошка с собакой. Нет, они вот как кошка с собакой, но которые очень друг друга любят. Марыся на нем спит все время, Марыся за ним ухаживает, она ему ворует со стола вкусняшки. Понимаете, они уже все, они вместе. Как я уже сказала, Дима живет на той квартире вместе с Ромой и с Марысей. Мы с Яночкой живем здесь. Поэтому еще раз, для тех, кто захочет написать, как мы плохо поступили с Марысей, с Марысей все замечательно. У Марыси есть дом, любящая семья, и классная Рома, с которым она все время вместе. И если бы я ее разлучила и привезла сюда, вот это было бы гораздо хуже. Я тут монтирую видео уже за сегодня, а Янка в это время занимается Пандорой. И вот, в общем, чтобы вы понимали, уже как минимум минут 10 все это происходит. Я жду, кто из них первый устанет. Единственное, что я думаю, должна устроить Пандора, потому что Яна не меняет направление. У нее должна уже закружиться голова. Яна, направление поменять. Замечательное занятие. Главное, высокоинтеллектуальное. И Пандоре нравится и тебе, я вижу, да? Ой, добра. Так, мои дорогие, в общем, это, наверное, у меня уже дубль шестой или седьмой. В общем, я записываю, удаляю, записываю, удаляю. Сейчас попытаюсь пояснить. Я знаю, что после того, как я вам рассказала про ситуацию с Марысей, что она живет с Димой, 100% появится большое количество вопросов в комментариях, так, а почему мы с Димой живем раздельно. Да, я блогер. И я вам показываю свою жизнь. Но вы должны понимать, что есть вещи, которые касаются не только меня, но и других людей. И, возможно, не все люди готовы рассказывать, что у них происходит в жизни вот на такую широкую аудиторию. И есть моменты, которые касаются меня и касаются Димы в том числе, да? И я просто очень ценю и уважаю Диму, поэтому о многом не говорю. Потому что, опять же, кто-то вот точно так же, как эта женщина про Марысю, сам себе что-то надумает, напишет какой-то злобный комментарий, который мне-то все равно, у меня уже, знаете, у меня уже броня на такие комментарии. Ну, а, например, тому же самому Диме будет обидно или неприятно что-то читать. Но в любом случае, так как, опять же, комментарии от вас все время поступают на тему Димы, и так как я вот сейчас сказала, что мы не живем вместе, давайте я вам кратко попытаюсь ответить сразу на все ваши вопросы. Почему мы с Димой не живем? Дорогие мои любимые друзья, мои зрители, дело в том, что мы с Димой уже не вместе. Я не хочу комментировать это, несмотря на то, что я блогер, но я все-таки уважительно отношусь к людям, которые в моем близком окружении. Поэтому я не буду на широкую аудиторию стирать грязное белье, показывать это белье, как некоторые любят побольше хайпа. В моем случае нет. Эти вещи все остаются за кадром. Кто меня знает давно, те видят, что мы с Димой общаемся, несмотря ни на что. Мы видимся, мы созваниваемся, мы друг другу помогаем. У нас действительно очень хорошее отношение. Поэтому я ни в коем случае не хочу, чтобы мое видео спровоцировало вот таких не совсем, знаете, приятных людей, да, на негативные комментарии. Потому что еще раз, многие сами додумали, а многих просто хлебом не корми, да, языками почесать, как что-нибудь гадкое написать. В общем, поэтому да, все это долгое время оставалось за кадром. Но раз уже, раз уже я сказала А, то скажу и Б. Да, мы живем раздельно, и да, мы с Димой не вместе. Но остальное пусть останется для нас. Договорились? В любом случае, жизнь продолжается, жизнь прекрасная, мечты сбываются, и все в этой жизни, что ни делается, я уверена, что все делается к лучшему. Ну что ты? Я думаю, многие, может, станут понятнее, почему у нас теперь и здесь появилась Пандора. Вот самое интересное, берешь ее на руки, она убегает. Как только сядешь, вообще на нее не реагируешь, она сразу вылазит от тебя на руки и вообще не слазит. Ну вот как так? Вот как? В общем, на самом деле, Пандора очень умная девочка, очень ласковая. И вот она уже почти сутки у нас, и я прямо не могу налюбоваться. Она облюбовала мой стул, но сейчас она уже по нему особо не скачет, она на нем спит. И если вот я сажусь, она переползает ко мне на колени и спит у меня на коленях. Я пару раз пыталась перенести ее в кроватку, и она сразу просыпается и возвращается спать сюда. В общем, похоже, надо ей подарить это кресло. Как вы думаете? Жду ваши комментарии. У нас тут было небольшое сонное царство, пока я готовила ужин. Пандора спала. Так, отпускай. А Янка контролировала. Подождите, она хочет мою еду. Так, сейчас мы с Яной будем ужинать. У тебя твоя еда в миске, так что можешь идти там поесть, я понимаю. А у нас будет вот такой легкий ужин. Макарошки, сосиска, салатик и сыр. Еще по трем. Слушайте, всего 9 часов. Но я сегодня в 6 встала. Тоже такая большая луна светила в окно. Мне казалось, что как будто на меня прожектор светит. И я от этого проснулась. И уже все больше не ложилось. И весь день сегодня на ногах. В общем, сейчас еще поужинали плотненько. Я понимаю, что начинаю уже вырубаться. Поэтому буду заканчивать уже видео. Благодарю, мои хорошие, за то, что вы смотрите, за то, что вы правильно все воспринимаете. Я вас очень сильно люблю. Я благодарю каждого, кто ставит лайки, кто подписывается, кто смотрит мои видео. И мы уже побежим спать. Но с вами скоро опять увидимся. С вами была Оля. С вами был Игорь Негода.